МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утром коровы, вечером деньги. В Татарстане начинают выплаты за скот по 2, 3 и 4 тысячи рублей. Станут ли коровы, наконец, кормилицами, выяснял Рамиль Шайдулиан. Девятнадцатый пошел. На кажданный момент мы с 7 часов утра уже ждем ключи. Такой ажатар здесь. Когда завершится сдача домов, в первую очередь в Салават-Купыре узнавал Сергей Хайдаров. Сладкий продукт с горьким названием. Чтобы сбудоражить, эпатировать, привлечь внимание. Челненский производитель мороженого снова под вниманием правоохранительных органов. Подробнее Альбина Менебаева. Страна готовится встречать самый весенний, самый теплый праздник 8 марта. В преддверии женского дня президент России Владимир Путин сегодня встретился в Самаре с женщинами-предпринимателями. В числе приглашенных и прекрасной представительницы Татарстана. Гендиректор сети Бехатле Муслема Латыпова и основательница первого в Татарстане компьютерного детского лагеря Байтек Лариса Бекмулина. На встрече бизнес-умен обсудили с президентом проблемы предпринимательства. Глава государства отметил, что сейчас грань между мужскими и женскими профессиями стирается. Женщины, безусловно, при всех преимуществах головой хватки и очень бережного отношения к тому делу, которым женщина занимается, есть, безусловно, и другие конкурентные преимущества. Это ваше обаяние, красота, душевность. И вот это то, чем мужчины всегда очень дорожили, дорожат и всегда дорожить будут. В подарок от Татарстана Муслема Латыпова презентовала Владимиру Путину чудотворный список с иконой Казанской Божьей Матери. Встреча с женщинами-предпринимательницами продлилась более двух часов. Встреча прошла в очень теплой такой дружественной обстановке. Мы, конечно, все волновались, наверное, особенно я, потому что для меня это все было в какой-то мере неожиданно. Я еще думала, как выступить лучше. К празднику подоспели республиканские выплаты. 50 мам из сельских местностей уже обратились за деньгами на первенца. Еще 13 семей, где родился третий ребенок, уже точно получат по 100 тысяч рублей. Как на селе жить хорошо и на что тратят выплаты родители, узнал Салават Мухаммадуллин. С папой. Вот и с папой, с мамой. Трехмесячный Эмиль купается в поцелуях и во внимании. Он в семье Зариповых из села Большие Ключи Первенец. Родился Эмиль 1 января, а уже в феврале правительство республики начало выплаты молодым мамам села за первого и третьего ребенка. Для Зариповых прибавка в 50 тысяч к семейному бюджету стала приятным сюрпризом. Мы еще пока никуда их не потратим, но естественно потратим их на ребенка. Нам вот сейчас нужна летняя коляска. Купим ребенку коляску. Сейчас уже у нас ребенок растет не по дням, а по часам. Из одежды уже он вырастает у нас. И игрушки нужно будет. Пока мама давала интервью, папу Эмиль вывел на прогулку. Он у него работает парковщиком. Вместе односельчане, молодые родители уже со школьной скамьи. Уезжать мы в них собираемся пока. В деревне родились, в деревне живем. Свежий воздух. В город поесть, что там. Получить выплаты в республике могут женщины, проживающие в населении меньше трех лет. Программа имеет сразу два направления. Поддержка молодых семей и остановка оттока сельского населения. В прошлом году у нас родилась тенденция идет к увеличению. Семь детей родилось. В этом году уже за два месяца двое появились младенцев. Но сейчас в настоящее время тенденция, что молодежь остается здесь. И у них есть все условия для жизни в деревне. Кроме школы, в больших ключах действует и детский сад. Сейчас в нем 96 малышей. При этом еще год назад здесь было на 11 детей меньше. И это при условии, что первая выплата маме из села по новой программе была только месяц назад в Лаишевском районе. Так, если сегодня на селе проживает каждый четвертый татарстанец, то в скором времени, возможно, эта цифра вырастет. Уж больно заманчивые выплаты. Салават Мухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Зеленодольский район. Праздничное новоселье. Сегодня в жилом комплексе Салават Купере заселили уже 19-й дом. Ключи от новых квартир получили сразу 425 семей. Среди них соципотечники, врачи, ветераны и молодые семьи. По словам представителей госжилфонда, до закрытия первой очереди микрорайона осталось сдать всего три дома. Скоро ли туда заедут новоселы, узнавал Сергей Хайдаров. Такое шлак явление объяснимое. Сегодня у них самый счастливый и долгожданный день. Ключи от квартир получают сразу 425 семей. Это долгожданный момент. Мы с 7 часов утра уже ждем ключи. Такой ажатар здесь. Семья Валиулиных свои ключи получила одной из первых. Причем привыкать будут не только к квартире, но и в стране. Глава семейства настоящий китайский татарин. Поднебесный прожил почти 25 лет. Вернувшись в Россию, первое время пришлось идти за в общежитие. Большая, самая главная. Особенно для детей. У них будет своя комната. И шаг в доступности детский садик. Школа в скором времени откроется. Так что для нас все удобские действия. А еще магазины, маршрутный автобус и полицейский участок. С каждым месяцем Салават Купере все больше напоминает современный город. Прелести микрорайона оценили и самые маленькие его жители. И горка есть, и еще ступеньки есть. И еще ступеньки, которые металлные, которые двигаются. Сегодня сдан уже 19-й дом первой очереди Салавата Купере. И чтобы ее завершить, осталось заселить еще три дома. Прямо сейчас они как раз находятся за моей спиной. И если верить словам чиновников, то люди сюда смогут заехать уже в конце марта. В активной стадии строительства 7-го, 8-го микрорайона. Это вторая очередь Салават Купере. Порядка на 3000 квартиры. Заселение второй очереди Салават Купере запланировано на конец этого года. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Такие коровы нужны самому. Татарстанские фермеры начинают получать материальное поощрение за скотину. Так, если у хозяев одна корова, республика им заплатит 2000. Если две, то по три на каждую. И дальше по нарастающей. Станет ли корова золотой? Об этом Рамиль Шайдолин. Своё хозяйство это трудно, зато на столе всегда натурпродукт. Годами семья Негмедзяновых кормится со своего стола и зарабатывает, сдавая молоко и мясо. Корова наша кормилица пока да. Только в последние годы молоко не сдашь дорого. От средних 17 рублей за литр денег не хватает даже на корм. Чем меньше корма, тем меньше и надоев, а с этим меньше денег. И вот уже сама корова не может прокормить себя. Весной это будет не так заметно, но зимой семья была бы благодарна любым дополнительным деньгам. Покупая фураж по 7,5 тысяч рублей за тонну, за месяц они тратили все 10. Помогать фермерам дополнительно на днях предложило Министерство сельского хозяйства. Рублём их поддержат и за поголовье, и за молоко. С начала текущего года по апрель включительно будет доведено ещё свыше 2 миллиардов рублей. В том числе дополнительные субсидии на литр реализованного молока, введённые дополнительно 3 рубля за литр. Плюсы господдержки на себе почувствовал фермер Халим Гарибов. Своими силами и субсидиями его мелкое хозяйство разрослось до крупной фермы. 50 только дойных коров. Всё надо как большому калхозу, что надо, и нам надо ведь. Нам ещё надо достраивать, надо. Всё, и тёплый гараж надо, и технику надо обновить. Будут деньги, будет развитие, верят арские хозяйства и уже заявились в новую программу. 6 марта в управлении сельского хозяйства, в министерство были отвезены все документы. Вот после праздников им начнут данные деньги перечисляться. Сегодня в Алпаха района 3000 коров, фермеры ждут миллионных дотаций. А с запретом на сухое молоко надеются вернуться в прежние цены на парное. Рамиль Шайдулин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Арский район. Слово не воробей. Еврейская община Челнов возмутилась пиар-ходом местного производителя мороженого. Свой новый продукт они назвали «бедный еврей». Ранее эта же челнинская фирма уже прославила своим мороженым «Обамка». Как ради громкого названия готовы перейти этические границы, расскажет Альбина Минебаева. Вот оно, то самое скандальное мороженое с названием «бедный еврей». Можно его купить чуть ли не в каждом киоске. Говорят, что оно шоколадное внутри. Есть также и чернослив. О, замерзшее. Но почему же еврей все-таки оказался бедным, таки непонятно. Покупаем так мороженое? Покупаем. Месяц на прилавках, продажи, возможно, не бьют рекорды. Несезонно название продукта уже прославилось. Мороженое охладило отношения между производителем и челнинской еврейской общиной. Сменить упаковку и название – их минимальные требования. Челнинская компания не в первый раз своим холодным продуктом добавляет градус скандала. Ранее из цеха вышел «Шоколадная банка». История даже попала на страницы «Таймс» как проявление расизма. Удар по имиджу страны, а для производителя – реклама. Вкуснота, красота, необычайное сочетание вкуса. Американец, хохол, бедный еврей – вот такая сладкая география мороженого. Евреи никогда себя не позиционируют как бедные. Это раз. А во-вторых, по словам маркетолога, компания себя этим компрометирует. Громкий нейминг обеспечил частые упоминания и горячие споры, но может охладить покупательский спрос. Так скажем, людей, которые отслеживают социально-этические нормы и мораль, это недопустимо. Какими нормами руководствовалась компания, телефон челнинского производителя сегодня не отвечает. Вопросов немало и у прокуратуры. Неоднозначным названием сладкого продукта уже заинтересовалась прокуратура. Ведомство проверит, насколько законно именно так назвать мороженое и использовать в упаковке государственную символику Израиля. Альбина Минебаева, Евгений Максимов, ТНВ, Казань. Чтобы поднять демографию, сама женщина должна быть здорова. Сегодня в Казани прошла акция, где прекрасная половина человечества смогла бесплатно пройти мамографию. Выявить на ранней стадии рак, это значит его победить, говорят специалисты. Динара Камалова присоединилась к тем, кто уверенно заявил сегодня. Я прошла. Ольге Абуталимовне 34. У врачей она гость не часто, но сегодня в преддверии женского праздника сделала себе подарок. Пришла к мамологу и стала участницей акции. Я прошла. Я считаю, что это очень важно для женщины обращаться к мамологу, проверять ежегодно. Обращаюсь к сожалению не каждый год, потому что муж, семья, дети. Десять специалистов осматривают, дают рекомендации, а в случае подозрений на опухоль, направляют на УЗИ. Стоять в очереди за талончиком не нужно. УЗИ принимает тут же. К акции присоединилась и помощник президента Наталья Фишман. Говорит, что болезнь не выбирает. И в ее окружении тоже были люди с онкологией. Поэтому для себя выбрала раннюю диагностику. А заодно рассказала о предстоящих изменениях на территории онкодиспансера. Ведь изменения теперь после парков и скверов придут на территории больниц. Близкие люди, несколько человек буквально за короткий период, к сожалению, умерли от рака. Мы сейчас работаем вместе над тем, чтобы предложить концепцию развития территории онкологического диспансера. Потому что на самом деле очень важно, чтобы люди, если они болеют, или если близкие болеют, или если они выздоравливают, находились в комфортной среде. Я прошла. Сегодня, сказали, 500 женщин. У трех из них при осмотре выявили опухоли. Специалисты говорят, в зоне риска дамы за 60. Притом отмечают, динамика выявления рака на ранней стадии в республике выросла. По раннему выявлению мы действительно сейчас стараемся догнать Европу. Европа сейчас говорит о 70% выявлении рака на ранних стадиях. Ну а у нас на сегодняшний день, что касается рака молочной железы, 68,7% выявляется на ранней стадии. Кроме бесплатного медосмотра дамам цветы и музыка. Подарок. Ну а чтобы очередь прошла незаметно, организаторы акции устроили настоящий праздник для каждого из ее участниц. Здесь можно преобразиться, например, сделать прическу, либо макияж. Специалисты рекомендуют, навещать мамолога нужно раз в год, ведь предотвратить болезнь гораздо легче, чем ее лечить. Зинара Камалова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Посмотрите новости Татарстана и вот о чем расскажем далее. Голосовать, не выходя из дома. Уже много лет на выборах ко мне приходится избирательный участок. Как можно избрать президента, не посещая избирательный участок, узнал Дмитрий Иринин. В очередь за настроением. Это бессмертник, а это с Абхазии какие-то засушенные. В какую сумму обойдется главный символ предстоящего 8 марта Альвина Слагараева. Рустам Миниханов сегодня принял участие в заседании наблюдательного совета агентства стратегических инициатив под председательством Владимира Путина. По словам президента страны, за 7 лет работы АСИ стала настоящим центром притяжения энергичных, деятельных людей. Благодаря деятельности АСИ в 37 регионах уже открыты детские технопарки, кванториумы. Владимир Путин подчеркнул, нужно продолжать работу по развитию профессиональных компетенций. Опыт движения WorldSkills должен лечь в основу программы модернизации среднего профессионального образования. Также президент затронул вопрос о развитии движения наставничества. Считаю, это одно из ключевых задач агентства, отметил Владимир Путин. Если по состоянию здоровья вы не сможете сходить на выборы, выборы сами придут к вам. В Татарстане начали составлять список избирателей, кому по состоянию здоровья потребуется голосование на дому. Как оформить для себя эту процедуру узнал Дмитрий Аринин. Сегодня такие дуэты социальных работников и членов участковых избирательных комиссий отправились в поквартирный обход, чтобы узнать, кому понадобится голосование на дому. За какой-то период времени до выборов мы делаем поквартирный обход, выявляем пожилых людей и инвалидов, которые сами не могут прийти проголосовать, и передаем эти списки на избирательный участок. За пенсионеркой Ниной Гришиной соцработники ухаживают последние 10 лет. Женщина плохо ходит. Ей понадобится и голосование дома. Уже много лет на выборах ко мне приходят из избирательного участка, и дома я голосую. Очень мне нравится, спокойно. Теперь 18 марта к бабушке придут члены участковой избирательной комиссии с переносной урной. Также смогут проголосовать все те, кто по состоянию здоровья сам не сможет прийти на избирательный участок. Сформировав реестр, мы поквартирно будем объезжать всех пожилых, инвалидов для голосования с 8 утра до 8 вечера. Чтобы попасть в такой реестр голосующих на дому, нужно обратиться к социальным работникам или в одну из избирательных комиссий. Не только инвалиды могут пригласить домой, проводить голосование вне помещения. Человек по состоянию здоровья, даже заболел гриппом или лежит температурой, также имеет право... Сообщить о необходимости голосовать дома можно будет и в день выборов, 18 марта. Заявки будут принимать до 14.00. Дмитрий Иринин, Андрес Сентальцев, ТНВ, Казань. До главных выборов страны остается 10 дней. Сегодня мы вновь спросили казанцев, пойдут ли они выбирать президента. Пойду, конечно. Я патриот своей страны. Я считаю, что это долг каждого гражданина пойти на выборы и сделать свой выбор. Да, конечно, пойду. Почему? Я считаю, что каждый гражданин должен свою активную позицию отстаивать. И мой выбор влияет на судьбу моей страны в дальнейшем. Я не смогу, потому что я буду в отъезде. Но отлично я до 19-го числа. Так бы я пошла. Честно говоря, я не иду выбирать, не иду на выборы, потому что я не интересуюсь политикой. Конечно, пойду. Почему? Ну, потому что это будущее нашей страны, мы живем в этой стране. И то есть это от этого зависит наш выбор и продолжение, как будут жить наши дети, внуки. Обязательно пойдем с мужем на выборы, конечно. Это каждый раз, это событие, которое нельзя пропускать, я считаю. В предпраздничный день не прерывается предвыборная кампания. Татарстанские штабы кандидатов сегодня продолжили агитировать, проводить встречи со своими доверенными лицами. Работу некоторых активистов оценили их руководители из Москвы. О деятельности за 10 дней до голосования проинформирует Елена Веселова. Ставьте цели, ставьте себе амбициозные задачи. На дальнейший жизненный и предвыборный путь в республиканском штабе Владимира Путина сегодня волонтеров наставлял легендарный татарстанский автогонщик, чемпион Дакара и руководитель команды КАМАЗ-мастер Владимир Чагин. На встречу он рассказал, что доверенным лицом кандидата ему доверили быть впервые. И сегодняшние дебаты для него тоже были первыми. Интересно, очень здорово, что время, быстро нужно кратко, содержательно изложить свою мысль. А я человек, привыкший работать со временем, на время. Время наш самый лучший показатель. Мне даже понравилось. Данная встреча у нас не первая. И эти встречи, во-первых, они, каждая встреча, это уникальная встреча. Каждый человек, который приходит в наш штаб, он уникальный, у него есть свои достижения, есть свои победы. А Владимир Чагин это тот человек, который вдохновляет на работу. Предвыборную работу татарстанских сторонников Владимира Жириновского сегодня приехал оценить заместитель руководителя федерального предвыборного штаба кандидата. Встречаются доверенные лица с избирателями, ведут дебаты на государственных каналах республики. В принципе, я оцениваю их работу удовлетворительно. Активисты предвыборного штаба Ксении Собчак основную работу сегодня проводили на улице. Волонтеры в разных частях Казани раздавали агитационные газеты. Не холодно? Не холодно. Я тепло, оделся. Сторонники кандидатов в президенты Павла Грудинина, Григория Явлинского, Сергея Бабурина, Максима Сурайкина, Бориса Титова также занимаются текущей предвыборной работой. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Нияс Рахман, Игорь Романов, Ильшат Мухаммедов, ТНВ «Казань». А накануне Владимир Чагин рассказал о будущем команды КАМАЗ-мастер Михаилу Бабичу и Рустаму Миниханову. Полномочный представитель президента России в ПФО вместе с президентом Татарстана посетили тестовую трассу челнинской команды. Руководитель «Синей армады» рассказал о перспективах развития. Гости осмотрели грузовик Эдуарда Николаева, который принес в копилку команду очередной трофей на Дакаре. Михаил Бабич лично протестировал один из грузовиков. Он выехал на трассу с Дмитрием Сотниковым. Рустам Миниханов же сел на автомобиль с Эдуардом Николаевым. Время штурма цветочных магазинов. За главным подарком для своих дорогих и любимых мужчины отправились уже накануне праздника. За букетами очереди, в салонах флористики и на цветочных базарах. Почему мужчины предпочитают дарить именно цветы и в какую сумму обойдется букет, поинтересовалась и посчитала Альбина Солгораева. Рай для женщин, для мужчин тяжелые испытания. Сегодня на прилавках десятки видов цветов. Женский праздник, еще и праздник для продавцов. Цветы в руки, купюры в кассы. В топе, конечно, тюльпаны. Так принято действительно дарить тюльпаны девушку на 8 марта. Тем более тюльпан, ну как бы один из символов Татарстана. Астры, гиацинты, ирисы и гортензии, магнолии, орхидеи, а еще лилии, хризантемы, ранункулусы, тюльпаны и, конечно, розы. Перед 8 марта букеты дорожают в несколько раз. Средняя цена полторы тысячи рублей. Можно найти варианты дешевле. Стильный и аккуратный букет из гербера за 500 рублей, например. Но в этот день важно не сэкономить, а удивить. Для жены, для тёщи. Цветы традиционные, я думаю, как бы подарок. И все, думаю, дарят, как бы и взрослые, и дети. Потому что настоящие весенние цветы. Внучке, потом жене. И вот сейчас для дочки еще надо выбрать. А что суркутит такой интересный? Ну это бессмертник. Сорняк, который снова в моде, желтые пушистые грациозные кисти украшали вазой советских дам. Не случайно в романе Булгакова. Именно мимоза была в руках у Маргариты, когда она встретила своего мастера. Поэтому эти цветы обязательно про любовь. Всего в машине 400 килограмм полного газели. Считать на вес. Сколько? Ну сколько? Килограмм 100. Сколько стоит веточка? Веточка по 50 рублей. У нас уже готовы букеты, они у нас на доставочку. Любой букет за любые деньги. В цветочных салонах готовы удовлетворить даже самых взыскательных покупателей. Монобукеты не востребованы, а упаковка в виде крафтовой бумаги самая популярная. Самые редкие, это наверное такие самые экзотические цветы, к которым приходят практически из-зафеки. Это протеин, такая она очень большая. Своеобразная очень. Ее не каждый понимает, но на самом деле для тех, кто хочет как-то удивить, и не хочет подарить банальное сочетание цветов, те, конечно, просят что-то экстравагантное, и здесь мы можем предложить тоже большой вариант цветов. Пышные охапки или изящные букеты в сильных мужских руках. Что бы они ни выбрали, весеннее настроение гарантировано. Все чаще альтернатива обычным цветочным букетам. Вот такие фруктовые. Вместо клубники могут быть яблоки, сливы, абрикосы. Коробка искусственная, но вкус-то настоящий. Главное, чтобы такой букет дожил до адресата. Альбина Слагараева, Марадзай Дуллин, ТНВ Казань. Первые весенние букеты сегодня получили и сотрудницы ТНВ. В преддверии Международного женского дня мужчины поздравили их прямо у входа в телекомпанию. Строгие костюмы, улыбки, связки ярких тюльпанов. Что еще нужно для праздничного настроения? Благодаря нашим мужчинам у нас сегодня утро началось с прекрасного настроения. Мы настроились наконец-то на праздник. Честно говорю, это настолько было неожиданно с утра пораньше получить из рук таких бравых мужчин на букет весенних цветов. Но женщинам на самом деле немного же нужно для счастья. Самое главное было бы внимание. Берем блям борзан доход лыбас. С праздником, дорогие женщины! На этой весенней предпраздничной ноте мы завершаем выпуск. Впереди прогноз погоды. И пусть эта погода будет подарком для женщин. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Трудный матч после длительного перелета. Хоккеисты казанского Акбарса отправились на выезд в Абаровск. Сегодня в нем команды провели третий матч серии. Напомню, что в первых двух казанцы одержали победы. То, что в гостях будет непросто, стало ясно с первых минут. Амора отличается силовой и жесткой игрой. Барсы не выдержали этот натиск и не смогли переиграть соперника за счет мастерства. Окончательный счет в поединке 4-1 в пользу хабаровчан. Таким образом, счет в серии стал 2-1. Акбарс впереди. Завтра игра на выезде пройдет в 10 часов утра. Прямые трансляции не пропустите на наших телеканалах. К новостям баскетбола. Казанский уникс потерпел выездное поражение от Баварии в первом матче четверсинальной серии плей-офф Еврокубка. Первая половина поединка прошла в относительно равной борьбе и завершилась в пользу Баварии со счетом 33-32. После большого перерыва хозяева выглядели более уверенно, что помогло им нарастить преимущество и довести матч до победы 83-75. Самым результативным в составе победителей стал центровой Девин Букер, набравший 16 очков. Уникса 20 балала в активе Хайкина Колома. Своебразный подарок на 8 марта организовали татарстанские предприятия. Корпоративные команды сразились за Кубок Мужества в мини-футболе. В честь праздника пригласили 8 лучших коллективов. Такого накала страстей в корпоративных лигах не было, пожалуй, давно. Игры шли до одного мяча. Выйдя со второй строчки в группе, игроки ТНВ все же смогли взять реванш в поединке за третье место. Команда «Востоксервис» оставила очень много сил в полуфинале, что и стало главной причиной такого развития событий. Чемпионы турнира Кастамону тоже сотворили небольшую сенсацию. Когда, казалось, Альметьевский «Дивон» кредит уверенно шел по турниру без поражений, игроки в синей форме смогли завоевать главный кубок. В серебряном плей-офф чемпионство за командой средневолжских транснефтепродукт. Представляли, что будет борьба. Готовились, шли к этому. Проиграли им в своей группе, но взяли реванш. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды. В праздничный день в Катарстане будет морозно. Солнце будет выглядывать из-за туч, но без осадков не обойдется. Подробнее после полезная информация. Спонсор показа и изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер поздравляет всех с 8 марта и дарит 20% скидку на заказ кухни в марте. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным серии с Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево, минус 9, будет пасмурно и со снегом. На северо-востоке, Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге, облачная погода с прояснениями. Временами снег и до 11 градусов ниже нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске до 10 градусов мороза, перемены облачность. На северо-западе, Варске, Кукмари, Балтаси облачная погода с прояснениями, временами со снегом и также 11 мороза. На юго-западе будет теплее, чем в других районах республики. Тут минус 8, местами снег. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыши облачная погода с прояснениями, минус 10 и также временами пройдет снег. В последующие дни станет теплее, осадки прекратятся, небо прояснится. В Казани переменная облачность, температура воздуха минус 11, минус 13. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 79%. Магнитное поле земли спокойное. В конце выпуска интересная информация. ГРК «Татарская усадьба» находится в памятнике архитектуры второй половины 19 века. Здесь можно отведать национальную кухню, посетить галерею народных промыслов, а также остановиться в уютной гостинице. «Татарская усадьба» – национальное гостеприимство в современном воплощении. «Татарская усадьба» служит примером высокой татарской кухни по старинным рецептам. Только здесь подаются блюда из настоящей древяной печи. «Татарская усадьба» – национальное гостеприимство в современном воплощении. Субтитры создавал DimaTorzok